МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В древние времена кровь символизировала жизнь. Считалось, что она способна сделать землю плодороднее, так как содержит часть божественной энергии. Кровью смазывали лбы тяжелобольных, рожениц и новорожденных, чтобы передать им жизненных сил. Здравствуйте. О чём говорит анализ крови? Именно так мы обозначили тему сегодняшней программы и пригласили в гости врача-гематолога, который через несколько минут ответит на все интересующие нас вопросы. А пока немного общей информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удельный вес крови в теле взрослого человека примерно 6-8% от общей массы. Кровь движется по человеческому организму с разной скоростью. Стремительнее всего она течёт по артериям. Здесь скорость составляет примерно 1,8 км в час. Кровь состоит из межклеточного вещества – плазмы и клеток крови. А это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Причём каждому типу кровяных клеток присущи определённые функции. Так, например, эритроциты иначе называют красными кровяными тельцами, так как в них содержится гемоглобин, который придаёт крови красный цвет. Гемоглобин обеспечивает выполнение главной функции эритроцитов – транспорт газов, в частности, кислорода. Тромбоциты – бесцветные тельца овальной или палочкообразной формы. Они играют ключевую роль в процессе свёртывания крови и защищают организм от значительных потерь крови при порезах и ранениях. Белые клетки крови или лейкоциты – часть иммунной системы организма и основная их функция – защитная. Они участвуют в иммунных реакциях и являются главными борцами с вирусами и вредными веществами. В норме лейкоцитов крови намного меньше, чем других элементов. Если же их количество превышает заданные показатели, то это означает, что в организм попала инфекция. Но сейчас самое время представить нашего сегодняшнего гостя. Знакомьтесь, Дмитрий Константинович Новик, заведующий гематологическим отделением для взрослых Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мой первый вопрос будет таким. Каждое посещение врача, особенно если после этого последует еще одно посещение этого же врача, будет заканчиваться чем? Какими-то назначениями. И обязательно в этих назначениях будет сдача анализа крови, именно общего анализа крови. Что говорит для врача и для пациента общий анализ крови? Общий анализ крови – это очень широкий показатель вашего здоровья в данный момент. Нельзя сказать, что только общий анализ крови является каким-то маркером заболевания, каким-то признаком заболевания. Но врачу, кроме общего осмотра, кроме ваших жалоб, обязательно нужен анализ крови, который покажет, в каком состоянии находится ваш иммунитет, в каком состоянии, как работает ваш костный мозг, который вырабатывает красные клетки, белые клетки, клетки, которые отвечают за свертывание крови. И для того, чтобы понять, что вам назначить, как дальше вас обследовать, именно для этого назначается общий анализ крови. Если подробнее сказать, то часто, когда вы приходите с простудой или с каким-то заболеванием с температурой, врач смотрит, ага, повышен уровень лейкоцитов до такого-то уровня, значит, это инфекция или это воспаление такого-то уровня. Если врач хочет посмотреть состояние вашей системы свертывания, он увидит количество тромбоцитов. Очень трудно сказать все параметры, это очень специфическая вещь. И чтобы ответить на все вопросы, нужно вот разбивать это на какие-то кусочки. Но чаще сами по себе анализы регламентируются документами, вот когда врач должен делать этот анализ, этот анализ, этот анализ. Общий анализ крови нам показывает общее состояние организма человека. По сути, да. У вас кровь ведь циркулирует во всех тканях, от головы до макушек. У вас берут просто капельку крови, то есть, которая отражает, как лакмусовая бумажка, вот что у вас с иммунитетом, что у вас с воспалением, как работает система защиты от болезней и многие-многие-многие параметры. Собственно, их концентрированная информация, она и сводится в общий анализ крови. Не секрет, что сейчас большинство взрослого населения не любит обращаться к врачам. Если это делают, то их это подталкивает. Температура, большие боли, травмы какие-то. Но сдать анализ крови самостоятельно человек может. На платное слое, благо сейчас очень много клиник, которые позволяют сделать это любому человеку. Какие анализы нужно сдавать человеку? С какой частотой? Для того, чтобы знать, что его организм здоров? Ну, на этот вопрос я отвечу следующим образом. Анализы нужно сдавать только тогда, когда вам назначил доктор. Такой подход, чтобы следить. Вот я хочу посмотреть то, я хочу посмотреть уровень гормонов, я хочу посмотреть, какой у меня иммунитет. Вы понимаете, это очень специфические вещи. И на мой взгляд, как специалиста, только врач-специалист может сказать вам, что вот вам сейчас нужно сдать такой-то анализ, или вам нужно посмотреть работу такой-то системе. Самостоятельная сдача анализов не приведет, вы просто не сможете их интерпретировать. Фактически вы приходите в платную лабораторию, вы сдаёте, вам дают параметры какие-то, машина считает, вам пишут вот то, 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 там уровень лейкоцитов, ретроцитов, гемоглобин, ещё что-то, ещё что-то. Как вы их будете интерпретировать? Вам в любом случае придётся идти к врачу. Все проблемы начинаются тогда, когда люди начинают сами сдавать анализы, сами интерпретировать и сами назначать себе лечение. Открывается интернет? Да, открывается интернет и начинается, а потом люди получают проблемы со здоровьем. Я даже сейчас не хочу раскладывать по полкам, что мы можем там увидеть, но поэтому обращайтесь к специалистам, и всё у вас будет хорошо. То есть, как говорят все специалисты, самолечение – это враг здоровья? Да, так же, как и самодиагностика. Существует четыре группы крови. А с возрастом у человека может меняться группа крови или резус-фактор? Нет, группа крови и резус-фактор – это генетически детерминированные вещи, и они не меняются с возрастом. Хотя есть ситуации, когда действительно может измениться группа крови, но это ситуации трансплантации костного мозга, это ситуации исключительно людей, которые получали тяжёлую терапию с заменой кровотворной системы. Поэтому для здоровых людей это не характерно. И это крайне редкие ситуации для больных людей. Группа крови и даже её резус-фактор, по мнению некоторых исследователей, оказывает влияние на характер и даже пищевое поведение человека. Давайте посмотрим небольшой сюжет на эту тему и попробуем его прокомментировать. Некоторые учёные придерживаются довольно интересного мнения. Они считают, что судьба человека напрямую зависит от группы крови. В мире проводится множество исследований на эту тему. В Японии, например, считается, что кровь в большей степени определяет характер и особенности человека, чем знаки зодиака. Японцы уверены, что обладатели первой группы крови – люди общительные, эмоциональные и энергичные. Люди со второй группой крови более стрессоустойчивы, терпеливы, любят гармонию и порядок, однако несколько упрямы. Впечатлительными, требовательными, властными и творческими личностями считаются люди с третьей группой крови. Люди с редкой четвёртой группой в жизни руководствуются чувствами неуравновешенной, нерешительной ириски. А ещё не так давно получила распространение так называемая кровавая диета. Её суть в том, что для того, чтобы организм не накапливал лишние калории, а его обладатель чувствовал себя абсолютно здоровым, надо соблюдать простые правила. Например, обладателям первой группы крови рекомендуется придерживаться высокопротеиновой диеты, есть мясо, рыбу и морепродукты. А вот люди со второй группой крови склонны к онкологическим заболеваниям, анемии, заболеваниям сердца, печени и желудка. Им рекомендуется придерживаться вегетарианской диеты, ограничить употребление молочных продуктов, заменить их соевыми, отдавая предпочтение крупам, фруктам и рыбе. Считается, что у людей с третьей группой крови при неправильной диете появляется неустойчивость к редким вирусным заболеваниям. Поэтому им рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты с мясом, крупами и овощами, а вот морепродукты крайне не рекомендованы. Ну и, наконец, обладателям самой редкой четвертой группы не советуют увлекаться орехами, крупами, овощами и кислыми фруктами. Мы посмотрели сюжет, теперь давайте по порядку его разберем. Для начала наш ответ японским ученым. Как вы считаете, все-таки группа крови и характер человека, есть ли что-то в этом? С научной точки зрения, с точки зрения каких-то публикаций научных в мире, я не видел прямой взаимосвязи, которая может говорить, что группа крови влияет на какие-то определенные фенотипические особенности человека. Но, как я уже говорил в начале передачи, группа крови – это генетически детерминированные вещи. Нельзя исключить, что некая вероятность развития определенного сценария поведения человека с определенной группой крови действительно может быть заложено. Но это исключительно вероятность какого-то его поведения, вероятность какого-то сценария, вероятность какого-то уровня здоровья. Дело в том, что наше поведение, наши эмоции определяют множество факторов. Воспитание, в какой семье мы росли, в каком социуме мы росли, как мы учились, как мы относились к чему-то, как наши родители относились к чему-то. Поэтому я не могу однозначно сказать, что есть прямая взаимосвязь. Но исключить этого тоже не могу, как все в жизни, как все в природе. То есть характер – это много составляющие? Конечно. Как и здоровье. Вы знаете, само по себе здоровье только на 50% генетически детерминировано. А все остальные 50% – это поведение, пищевое поведение, физическое поведение. И, насколько я помню, медицина может влиять от 10 до 20% только на уровень здоровья. Поэтому, насколько в мире нет черного и белого, настолько нет точного ответа на этот вопрос. А как Вы считаете, озвученные рекомендации сейчас по питанию, соответственно, группе научно обоснованы? – Мое личное ощущение, что это какая-то пиар-акция или какой-то бизнес-проект. Понимаете, у нас огромное многообразие людей. У нас только, смотрите, какое количество рас, какое количество людей с разным фенотипом. А тут какой-то человек всего по четырем группам крови выбирает в четыре диеты. Но, извините меня, мы проживаем даже в разных зонах климатических, со своей философией питания, со своей генетической памятью, привязанной к питанию. Почему именно эта система группа крови? Дело в том, что их множество систем. Есть группа Резус, есть система АБ-0. Их несколько видов подразделения человека по группам крови. Почему выбрано это? Ну, наверное, это удобно. Четыре разных вида, вот вам четыре разных сценария. Я к этому отношусь очень... Не могу сказать, что негативно, я к этому отношусь никак. Мне кажется, это вот просто такой вот, может, слово не для телевидения, а развод. Еще один вопрос, который был частично затронут в сюжете. Люди, у которых вторая группа крови, чаще склонны к онкологическим заболеваниям. Я в силу своей работы читаю много литературы, связанной именно с онкологией, именно с заболеваниями крови. Я не видел результатов ни одних серьезных исследований. Что такое серьезное исследование? Это в мире происходят исследования на тысячи, на десяти тысячах человек, на двадцати тысячах. За промежутки десяти лет рандомизированные исследования, когда есть группы контроля, когда в разных центрах эти люди исследуются. Так вот, чего-то подобного я не встречал. О том, что именно вторая группа, это ассоциировано с онкологическими заболеваниями. Более того, вам скажу, если такие исследования будут на большой популяции, будут доказаны, то, наверное, и наш Минздрав, и какие-то органы здравоохранения других стран внесут людей с группой крови два в скрининг, исследования на онкологию или на какие-то дополнительные исследования. Мне такая информация неизвестна, поэтому я ее комментировать не могу. Конечно, каждый день появляется какая-то новая информация о каких-то новых поводах, почему развилась онкология, о ее связи с группами крови, о ее связи вплоть до связи с расами или еще с чем-то. Таких небольших исследований много, но на доказательном уровне я таких исследований не видел, поэтому отношусь к этому пока настороженно, скажем так, с недоверием. На мой взгляд, это маловероятно. Давайте теперь от мифов перейдем к научным доказанным фактам. Давайте поговорим о совместимости матери и ребенка на эмбриональном уровне, на уровне резус-фактора. Есть такая проблема резус-несовместимости матери-ребенка в период развития плодов ребенка и в послеродовом периоде. Что это такое, я вкратце могу вам изложить. С этой проблемой, как правило, сталкивается резус-отрицательная мамы, если плод их оказывается резус-положительный. Мы должны вообще немножко сказать, что такое резус. Это определенный антиген, который расположен на эритроцитах. Его назвали, его впервые обнаружили у макак резус. Это такая разновидность макак. И у некоторых людей он есть, у некоторых людей его нет. В основе этого, это одна из систем разработанных Всемирной организацией трансфузиологов о градации людей, о градации групп крови по резусу. Резус положительный, резус отрицательный. Так вот, если у нас папа резус-положительный, мама резус-отрицательный, высока вероятность того, что ребенок будет резус-положительный. Когда ребенок находится в утробе матери, в первую беременность матери, ни матери, ни ребенку, как правило, ничего не угрожает. Поскольку кровоток ребенка защищен плацентой от кровотока матери, не происходит смешения крови и антител к этому антигену, который у ребенка не вырабатывается. Ну, во время родов, естественно, происходит смешение крови матери с ребенкой, и именно в этот момент происходит иммунизация матери. То есть, смотрите, у него в организме этого антигена нет. Вот родился ребенок, во время родов этот антиген, фактически для организма распознаваемый как чудесжеродный белок, попал в кровь матери. И у матери выработались антитела к этому антигену. И, собственно, они циркулируют довольно продолжительное время, и они уже могут угрожать следующему ребенку у этой матери, у которого будет положительный резус. То есть, следующий ребенок, при зачатии следующего ребенка, на разных этапах эмбрионального развития ребенка, от самых маленьких сроков до самих родов, антитела, которые циркулируют у матери, могут проникнуть через плацентарный барьер и начать разрушать эритроциты плода. Разрушение эритроцитов плода приводит к выделению токсических веществ. В частности, это повышается уровень билирубина и развивается так называемая желтуха. Если говорить не на медицинском термине, то это так называемая желтуха, которая может развиваться на любом этапе развития ребенка. Последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до смертельных. Она бывает разных степеней тяжести, она может приводиться к анемическому синдруму, она бывает в разных формах, отечная и так далее. Это очень специфический термин. Но именно вторая беременность резус положительным плодом, резус отрицательной мамы может закончиться вплоть до гибели плода в эмбриональном периоде либо тяжелыми последствиями после рождения ребенка, с которым потом приходится врачам в какой-то период заниматься, чтобы брать все эти проблемы. Ребенка, ну там есть уже различные методы лечения в зависимости от тяжести, когда ребенок родился. Я сейчас это все не буду описывать, но это очень и очень серьезная проблема. Тем не менее, эту проблему можно профилактировать. У таких матерей, у которых существует вероятность развития резус отрицательных мамы, когда рожают ребенка, уже есть, и папа резус положительный, есть вероятность, что для того, чтобы не было проблем в следующей беременности, после родов их сразу проводят специальное лекарство, которое нейтрализует эти антитела. Это делают еще в роддоме. Более того, существуют различные схемы, существуют различные препараты профилактики этого осложнения. То есть, вы понимаете, мы в первую беременность профилактируем осложнение, которое может быть во вторую. Следующее уже. То есть, есть различные схемы, и в нашей стране они прописаны в протоколах, и есть различные препараты, которые можно вводить профилактически еще во время беременности, еще до родов первых. Просто во время беременности. И это гораздо эффективнее, чем просто проводить сразу после родов профилактику. Многие люди так делают. Тут почему иногда люди думают, надо мне это, не надо, потому что действительно существует вероятно, что может ребенок тоже будет резус отрицательным, и этого не будет. Но, на мой взгляд, не будет и не будет, и слава богу, мы провели профилактику, мы подумали, что там будет в следующих родах. Сегодня мы уже говорили о том, что нужно есть при различных группах крови, но это были мифы и легенды. А если серьезно, то ваши рекомендации нашим телезрителям, что нужно есть, чтобы показатели крови были в норме? Да, действительно, есть масса рекомендаций по здоровому питанию. Как правило, они не связаны с группой крови. Что от себя порекомендую? Питание должно быть, в первую очередь, сбалансированным. Та проблема, с которой сталкиваюсь я, в роду свою деятельность, это железодефицитная анемия. Это то, что приводит к снижению уровня гемоглобина, гипоксии тканей у людей, которые вообще не употребляют мясо или питаются продуктами, не содержащими железо. В вашем рационе должно содержаться гармонично белок, жиры и углеводы. Все это должно быть натуральным и сочетаться в определенных пропорциях. Ну, начнем с мяса. Ежедневно человек должен употреблять минимум 50 грамм красного мяса, для того, чтобы восполнять ДПО железа. Почему я сказал эту цифру 50? Ну, на мой взгляд, может, неплохо бы это и больше, и 200, и 300. Но существуют рекомендации Всемирной организации онкологов, которая проводила действительно большие исследования и показала, что прием больше 50 граммов красного мяса в любом виде в сутки вызывает, повышает риск онкологии кишечника. Продукты должны содержать, еда должна содержать молочные продукты. Это, я имею в виду, кисломолочные продукты, которые содержат бактерии, которые помогают всасыванию нужных нам веществ. Углеводы тоже составляющая часть, которая в нашем рационе помогает усвоению тех же белков. Как когда-то говорил один мой учитель, жиры сгорают в пламени углеводов. То есть, если вы хотите, чтобы вы были подтянуты, чтобы вы были стройные, недостаточно просто отказаться от жиров и кушать один белок. Нужно употреблять углеводы. Углеводы не длинные, там, не сахар в чистом виде, не булочки, не... Допустим, мы должны понимать, что все овощи – это углеводы. Это те вещи, которые позволяют быть нам здоровыми. Поэтому фрукты и овощи должно быть в приоритете. Это должно быть вашим... Одним из основных продуктов питания. Да, мы не всегда можем себе это позволять, у нас есть время, но каждый день подумайте, что... Я вот даже итальянскую пословицу одну скажу. Я не помню, как это звучит на итальянском, но одно яблоко в день, и ты к доктору не ходишь. Вот это подход итальянцев, разных народосудий подходы. Ну, оно кажется, ну, одно яблоко в день, конечно, я съем. Вот подумайте, съедаете ли вы действительно каждый день одно яблоко? А одно яблоко – это большая, существенная часть клетчатки и углеводов, которые позволят вам сжигать те же жиры при активном образе жизни. Нельзя исключать из нашего питания в определенном балансе и животные, и растительные жиры. Ну, это все-таки вот рекомендации, понимаете, взятые из жизни, и частично научно обоснованные. Если будете их выполнять, то, наверное, не будет желания ходить сдавать анализы просто так, и не будет повода ходить к врачу и смотреть наши передачи с доктором. Ну, вот так, я думаю. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Константинович Новик, заведующий гематологическим отделением для взрослых Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Спасибо большое. Спасибо. Будущее принадлежит медицине предупредительной, считал Николай Иванович Пирогов. Русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог. И был, безусловно, прав. А потому берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова